Всем привет! Я не буду тянуть и сразу приступлю к теме этого видео. Один из часто задаваемых вопросов это зачем тебе планшет, если у тебя есть ноутбук? Также нужен ли планшет в учебе? Какой у тебя планшет? И расскажи про полезные приложения для учебы. Начну я, пожалуй, с того, какой все-таки у меня планшет. У меня iPad 7-го поколения, 10,2 дюйма 2019 года. Зачем я приобрела данное устройство, если у меня все-таки есть ноутбук? На самом деле я давно хотела себе данное устройство, и эта покупка была, ну прям, очень долгожданной. Почему iPad? Как бы меня не переубеждали, для меня удобнее и быстрее именно техника Apple, так как у меня было много опыта в использовании Android-устройств. Плюс ко всему я собираюсь использовать iPad в дальнейшем, например, для тех же лекций в институте. Носить его с собой в кофейне, путешествовать, и именно поэтому я решила, что это просто необходимая вещь для меня, помимо ноутбука. Также чуть позже, с момента покупки самого iPad'а, я приобрела не менее долгожданную ручку Apple Pencil, с помощью которой я в основном сейчас работаю. Ну что, давайте посмотрим, что у меня находится в самом iPad'е и какие приложения я могу для вас посоветовать. На главной панели я разместила такие приложения, как YouTube, Telegram. Немного, кстати, остановлюсь, многие думают, зачем мне соцсети в планшете для учебы, ведь я на них буду все-таки отвлекаться. Но я для себя создала отдельные аккаунты, в которых собраны только те каналы, которые мне помогают в подготовке к экзаменам и в учебе. Далее это Skype, опять же для созвона с репетиторами и курсами. Далее мой фаворит это Apple Books, в котором я читаю книги. У меня их, кстати, тут немало, но сейчас это в основном школьная литература. И последнее приложение на панели это Chrome. Слева у меня находятся виджеты, а то есть время и дата, соответственно. Погода, зарядка на подключенных устройствах, а также список дел из приложений, о котором мы поговорим с вами чуть позже. На главном экране я расположила галерею, Apple Store, Netflix и почту, а также папку со всеми системными приложениями. Это не особо интересно, поэтому идем дальше. В следующей папке находятся всякие нужные приложения, такие как Kiva кошелек, Viper для общения с репетиторами, VPN, студия YouTube, кстати, где я читаю ваши комментарии и лайкаю их. И Pinterest, лента которого меня просто безумно вдохновляет и мотивирует. Далее начинается самое интересное, а то есть приложение для учебы. Quizlet или же приложение для создания флеш-карточек. Его можно использовать как для изучения иностранных языков, так и для других терминов. Здесь предоставлены разные способы запоминания, и вы легко сможете найти тот, который подходит именно вам. Google переводчик, которым я все реже и реже пользуюсь, так как перехожу на англоязычное объяснение незнакомых слов. Мое любимое это GoodNotes, то самое, в котором я учусь сейчас писать конспекты. И да, именно учусь все, потому что это не так легко, как мне раньше казалось. За все время я полностью изучила интерфейс и поняла, как в дальнейшем буду использовать данное приложение. А вы можете просто пока посмотреть основные его функции. Это просто находка для меня, и мне кажется, это самый удобный электронный планировщик, по моему мнению. Я использую его уже на протяжении месяца и просто нереально рада, что когда-то он мне попался в рекомендациях Apple Store. Об основных функциях. Слева категории, такие как главный экран, дневник задач, дневник привычек и, соответственно, дела, которые можно сортировать по спискам. На главном экране вверху у меня отслеживается прогресс выполнения привычек, а ниже уже идет непосредственно в список дела на сегодня, завтра и следующую неделю. Ваши основные задачи можно делить также на более мелкие, как это делаю я. И вообще мне нравится весь этот минимализм и удобство в данном приложении. Далее папка для творчества и не совсем. Первое это приложение для создания презентаций. Вот одно из моих домашних заданий, кстати. Procreate. С помощью него я рисую и создаю дизайны. Два приложения для печати на принтере. Далее приложение, чем-то похожее на Procreate, только от Adobe. И PixArt. Сейчас я редко им пользуюсь, так как рисую обложки сама. Папка для изучения иностранных языков. Первое это Duolingo. Его я раньше использовала для изучения английского, но на данный момент я им не пользуюсь, так как просто-напросто уже не интересно и не совсем актуально то, что они предлагают. А вот немецкий с удовольствием буду глубже изучать после экзаменов. Следующее приложение я использую для чтения англоязычных статей и рассказов в путешествиях. А также тут можно смотреть сериалы, изучать слова и многое другое. Приложение для прокачки своего лыснинга. Там есть множество лекций, которые можно послушать абсолютно бесплатно. Следующее приложение я собираюсь снова начать проходить также уже после экзаменов, так как когда я его просматривала, поняла, что там я точно найду для себя что-нибудь новенькое. У этой компании, кстати, есть также приложение для изучения других иностранных языков и еще два полезных приложения для изучения английского. Далее словарик, которым я сейчас пользуюсь, это Oxford, и я вам очень его советую, так как для самой меня это была просто находка. В следующей папке также находятся не менее полезные программы. Первая для создания интеллектуальных карт. Я, кстати, часто их создаю на ноутбуке, но на iPad тоже на всякий случай решила установить. Еще одно приложение для написания конспектов, но все-таки я решила, что пока остановлюсь на GoodNotes. Далее Tide. Это альтернатива Forest, только бесплатная и, как по мне, более интересная, так как это приложение можно использовать как для фокусировки сна, так и для медитации. А также там можно найти множество разных мелодий и звуков, поэтому это мой новый фаворит. Далее Google Диск, который я использую как хранилище уже на протяжении трех лет и вам очень советую. Распаковщик zip-файлов и еще одно приложение-фаворит для чтения книг. Подписка на приложение платная, но она действительно того стоит. И последнее приложение это Storytel, в котором я слушаю аудиокниги, например, когда прибираюсь или готовлю. Подписка также платная и опять же стоит этих денег. И это было все видео, я надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы, так что до новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok